Всем привет! Мы хотим записать видео про то, как мы съездим в Таиланд для нас первый раз. Мы сейчас съедим в аэропорт в Новосибирске. Рейси у нас еще час, мы решили немного рассказать о том, что мы вообще хотим от этого видео получить. Главная цель нашего видео это записать его без мата. Ребята, вот так выглядит международный терминал новосибирского аэропорта. Вот такая дверь, похожая больше на забегаловку или проходную, не знаю какую-то. По-моему, здесь в сторону идет. Ребята, у нас произошла катастрофа, мы сидим в Грусимьюль. Садись в наш скорбный кружок. Мы просто разбили бутылку егермастера из Дитифри. И теперь не знаем, что делать, потому что мы еще не покинули зону таможни. И Лёха сейчас будет пить. Давай. За Таиланд. Да, это Таиланд. А вот так мы отдали бутылку егермастеру-уборщице. В целом, у нее сегодня хороший день, надо просто пить. А у нас такси довезло, к сожалению, не до нашего отеля. И мы теперь идем в поисках нашего. Нам сколько, Лёха, осталось? Что-то порядка 60 домов он нас не довез. Но ничего, мы не отчаиваемся. Зато мы нашли Burger King. Первый. Starbucks. Starbucks еще и Starbucks. Ну, то есть мы как бы нашли центр Бангкока, мне кажется. Там, где Burger King и Starbucks, точно центр. А вот мне осталось чек от таксиста, может, подвези? Таксист, да. М-м-м. Да ладно. Потому что не будем ходить и все кармы. Наконец-то пришли, нас таксист провез не туда. Мы еще прошли по улице, но не особо долго. И вот у нас такой скудный номер. Зато он всего за 500 бат с анночей, с интернетом, с кондиционером и с тайским боксом под окном. Сейчас мы перейдем все в порядок и пойдем гулять. И, наверное, что-нибудь еще снимем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня второй день нашел пребывания в Бангкоке. Только что мы проходили просто сумасшедшим на Кутыке четвером. Согласились нам сделать обзорную экскурсию за 100 бат. По всем местам провести, там 4 места. Мы еще даже не знаем, куда он просто тыкнул в 4 места на карте. Мы согласились. Так, мы в первом месте. Это храм настоящего Будды. Смотри, коты. Привет, кот. Я не верю, что туда можно. О, Боже, как быстро съел. Коты живут в клетке, Даша. Смотрите, кот живет в клетке. Моу. Тебе плохо там, киса? Боже мой. Он так жарубно вякает. Мне кажется, здесь живут монахи. Смотри, стоят какие-то штуки. Мы не понимаем, что это. Слушай, это прахи. Ребят, мы на кладбище вообще-то. Вы знаете, буддийское кладбище будет выглядеть очень круто. Я бы, наверное, хотел похороненному на таком кладбище. Это просто... Возможно, это кладбище каких-то монахов, ну, то есть каких-то видных людей. Но тут стоят урны. Около некоторых урн висят венки. И фотографии. Не знаю, насколько этично снимать на кладбище, но мы здесь случайно. Совершенно. Собаки охраняют тапочки тех, кто вошел в храм. Если мы сейчас пойдем в храм, собаки тоже будут хранить наши тапочки. Мы пытаемся попасть в храм. Мы сняли тапочки. Мы будем себя прилично вести. Мы выезжаем от храма Будды. Самого высокого Будды. Как он называется? Стоящего Будды? Ему нужен какой-то купон, чтобы... На бензин. На бензин, да. Из-за того, что он привез в центр туризма кого-то, видимо, ему какую-то плюшку из-за этого дают. Ну да. Да, это я понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы поднимаемся на вершину самого большого храма. Это вторая наша точка в нашем тук-тук-туре. Нам надо успеть до заказа, поэтому меня торопят. На самом деле, все очень красиво. Я вам всем советую, кто приедет в Бангкок, реально брать тук-тук-тук. Тук-тук-тур. Берется очень просто. Подходится к любому тук-тукеру и говоришь ему, покажи мне все самые значимые места за 100 бат. У них есть такая фишка, что если тук-тукер привозят туристов в туристический центр, у них там есть специальный такой офис, где можно купить билеты или узнать информацию о всяких тестопримечательностях, то тук-тукеру дают купон на скидку на бензин. Поэтому он вас туда завозит. В этом немного посидите, рассказывайте, куда вам нужно съездить, спросите цены на билеты. Это тук-тукеру дадут денежку, а он вас покатает дальше. То есть и ему выгода, и вам выгода. Тут надо сделать вот так. В каждый колокольчик надо беремкать. Да. Я не знаю, надо брякать маленькие. И можно ли сейчас вообще брякать. Но я брякую. А Бангкок – это не только красный народ, где много всяких маленьких забавных ресторанчиков, афтайских еды, хостелов, но еще и вот такой огромный мегаполис. Вышли тайцы оттуда. Видимо, он только что закрылся, так что мы не успели. Но как бы не ради храма мы шли, а ради вида. А вид мы посмотреть успели. Храм я не знаю, насколько видно. Видимо, вы слышите это? Мне кажется, они нас сожрут. Сейчас Дашка будет призывать Будду. Внимание Будды, да. Вообще, в тайской религии заведено, что чем больше ты производишь всяких звуков при поклонении, тем лучше, потому что Будда услышит. Даш, ты хочешь, чтобы тебя услышал Будда? Давай. Давай, как следует. Призови Будду. Вот это да. Такой звучище вообще. Оскровенно здорово. Ребята, мы обнаружили фри-донейт туалет. Если ты зашел в этот туалет, как бы справиться по нужде, по малой или большей, а потом ты можешь выйти и вот в такие коробочки положить денежки. Мы не знаем, что это написано, но нам кажется, что это фри-донейт туалет. Короче, нас напарил предыдущий тук-туковец. Видимо, он просто за наш шеф и взял себе билет на бензин. Но ничего. Потому что... Ну как, да. Он нас покатал. Да, он нас покатал и себе взял 100 бат. Ну, в смысле, не знаю, сколько, но хороший билет. Просто отсюда до Каосн-Роу от 100 бат ехать. У нас были неверные представления о ценах. Туки. Мы зашли в большой северный лаван, типа магазин с мясной. На самом деле, что интересно, то, что сплошные снеки, чуть-чуть молочки и то, что можно пить. О том, что можно есть с отсутствием. То есть, нету там рыбы, мяса, там, наверное, макаронов, мяса. Короче, вообще ничего. Что можно было приготовить самостоятельно. Вот есть какая-то непонятная 100% манго. Это манго? Это что? Фруктовая колбаса есть. Обычных у вас и нет фруктовой есть. Короче, вообще ничего, что можно было бы приготовить самому практически нет. Там я вижу сосиски, но их тоже очень мало. Невинятные. Ну, может быть, это просто около Казан Роуд такая фигня. А где-нибудь все нормально тут? Вот я нашел кошачий корм, кстати. А еще есть холодильник с готовой едой. Сейчас покажу. Вот такая вот эта еда. Типа тарелка риса с не пойми чем 35 бат. И вот всякая тоже готовая еда. Сейчас Юлька что-нибудь схватит. О боже, 26 рублей, она схватила что-то с лососем. Мы нашли супы. Их можно приготовить самостоятельно. Да, смотри. Короче, ты выбираешь суп, наливаешь горячую воду. И у тебя получается вот такая штука, которую ты можешь есть. Вот горячая вода течет. Ты можешь залить им суп и есть. И стоит это 20 бат. И, судя по всему, остро. Субтитры сделал DimaTorzok